Всем здорова! Сегодня будем читать долбанутые комментарии. Знаете, я до последнего не хотел делать эту рубрику на канале, потому что она, по сути, сворована у кого только можно. Но после недавнего стрима моё терпение лопнуло. Вообще, вы знаете моё отношение к нецензурной лексике, но так как она действует как обезболивающий на организм, то я буду её использовать, потому что мне, скорее всего, понадобится много обезболивающего. Ну и так как хороший видеоряд я обычно не умею делать, то практически всё видео вы будете наблюдать мою прыщавую рожу. Поехали! Начну с тех комментариев, которые не под моими видео, но они являются ответами мне. Вот, например, ролик. Топ-5 упоротых игр. Его провёл Иван Гай. И вы только посмотрите на количество дизлайков. А теперь обращаем внимание на комментарии. Голубь всемогущий пишет. Я человек простой. Вижу Иван Гая, ставлю дизлайк. Вот именно такие дебилы и понаставили дизлайков. В то время как я попытался в какой-то мере защитить его. Твою мать. Кто-то обсирал меня, кто-то отправлял в рай без очереди. Я выбрал наиболее тупых личностей. Лучше бы попросил обею яснить, почему на его кривляющуюся рожу приходится наблюдать везде. И почему в мире больше пяти лямов долгов. Ну когда же до всех дойдёт то, что всё в этом мире субъективно? Нет того, что понравится абсолютно всем. То, что ты не вошла в эти пять лямов подписчиков, это твоё дело. Просто пройди мимо. Иди дальше по своим делам. Как ни крути, он всё равно пидорок. И лучше бы, лучше бы сидел на своём канале. По-твоему, он сам пришёл в этот выпуск? По-твоему, он сам напросился? Ебать! У него подписчиков практически в два раза больше, чем на канале Дайпять. Ясен хер, что его пригласили. Из-за тематики топа. Тематика топа упоротые игры. Иван Гай ведёт себя упорото во всех своих роликах. И ясен хер, что именно он больше всех подходит на роль ведущего данного топа. Вот ты себя показал с высшей степени... Тупизма. Да так каждый может. Но почему-то вы, тупые животные, не смотрите и всё. А он накрутил себе подписчиков. И вы сразу, вау, да, у Нига много подписчиков. Зачёт, у него видео норм, подпишусь. Знаете, что интересно? Интересно то, что он не поленился и ответил практически каждому, каждому, кто защищал Иван Гая в данном батле. Ну, назовём это батлом. Прямо конкретно батл был под моим комментарием. И все его аргументы сводились к тому, что подписчики у Иван Гая накручены. Подписчики у него это неадекватные школьники. И то, что Иван Гай делает то, что может делать абсолютно каждый. То есть ситуация как с Лол-ложкой. Сейчас, кстати, вообще кто-нибудь слышал что-то про Лол-ложку. Сейчас его так не хейтят, потому что хейтят Иван Гая. Потому что суть интернета в том, что если кто-то делает что-то простое, и при этом это всем нравится, то у всех жопа горит. Потому что это же так просто, но смотрят именно его. В итоге эти люди жутко хейтят этого ютубера, а другие просто это подхватывают. Видя то, что ну все хейтят, значит и я буду хейтить. Зависть. Зависть порождает ненависть, которая заразна. Ну и еще стоит отметить тот факт, что он так сильно пытался убедить всех, что подписчики у Иван Гая такие сильные и неадекваты, что в итоге сам выглядит как полнейший неадекват. У него контент говно, дальше объяснений не нужно. Вот действительно, объяснений никаких дальше не нужно. Тут и так все ясно. Человек просто не имеет на руках никаких аргументов, и поэтому хейтит Иван Гая. Ну вернее не поэтому, а потому что так делают все. Стадо инстинкт, он беспощаден. Вот еще несколько комментариев с аргументированной критикой. Иди нахуй, понял? Пошел нахуй. Он вообще-то всех бесит, потому что его фанаты, его хуйные, ничего не скажу фанатке этой шлюхи. Для тех, кто не понял. Этот комментарий написан в том плане, что, мол, якобы я ярый фанат Иван Гая, и поэтому я его защищаю. Вот еще пример. Ооо, неадекват, который вырос над шутками Ивангея. Санта называет нас даунами. Короче, если что, можете сами прочитать до конца этот комментарий, но... Блин, насколько надо быть тупым, чтобы решить, что я фанат Ивангая. Ну, блин, я же специально написал то, что я его подписчик, но я его не смотрю. Это, знаете, это как... ну, как старая игрушка. Вот я на Ивангая подписался, когда он делал там мультики всякие, приключения Майнкрафтеров, все такое. Сейчас я его уже не смотрю, мне просто не хочется отписываться. Вот у вас дома наверняка лежат какие-то старые игрушки. Вы прекрасно знаете то, что вы в них больше никогда не поиграете. Но вам же жалко будет их выкидывать, определенно. Вы их ни за что не выкинете. Но тем не менее, вы ими уже никогда не попользуетесь. В общем, эта шлюха попыталась повысить свою ЧСВ путем унижения меня. Даже написал так эпично. Мне тебе жаль, парень. На деле же он выставил себя тупоголовым, потому что такая невнимательность, что не видеть букв, которые написаны капсом, это ё-моё. Я приберег еще один коммент под этим видео. Знаете, когда я его увидел, я просто хотел вырвать себе волосы. Я был просто в недоумении. Вот как людям вообще может приходить в голову писать такое? В общем, смотрите сами. Жуть. В общем, если что, можете зайти под этот видос и сами почитать, что там пишут под моим комментарием. Поверьте мне, пока я делал это видео, пока я его загружал на YouTube, там уже набралось еще комментов немало. Просто поверьте, идите и выгляните. Ладно, идем дальше. Сейчас мы переходим от тупых и невнимательных дебилов к дебилам, которые не понимают сарказма. Я даже не знаю, какой из этих двух видов дебилов я ненавижу больше. Ладно, короче, в общем-то, ролик у Рака Макафо социальные эксперименты. Для тех, кто не видел этот ролик, скажу. Его суть заключается в том, что якобы Николай и Гуран только прикрываются франками и социальными экспериментами. На самом деле, это все якобы прикрытие, и они это используют, чтобы нарушать закон. Ну, юмористический ролик, все это прекрасно поняли, и я под ним написал следующий комментарий. Вот Рака Макафо испалились. Не знаю, кто взломал их аккаунт и выложил это разоблачающее видео, но теперь мир наконец-то узнает о них всю правду. Ты чё, придурок? Ебан. Ебан, это видео шутка. Это всё неправда. Эмм, ты тупой? Ты ебаный человек в мире. Как можно не понимать ярко выраженного сарказма? Какими надо быть тупыми? Эти дл***а реально верят в то, что есть такие тупые люди, которые напишут комментарий, ну, такой, как у меня, комментарий, и то, что этот комментарий будет реальными мыслями. Ну, как можно быть такими тупыми? Они реально верят в это. И поэтому пишут комментарии в стиле «Читай описание». К счастью, быстро приходили люди, которые поняли мой сарказм и объяснили всем дебилам, что они дебилы. Но, к сожалению, в наше время, даже если дебилу скажут, что он дебил, дебилом он быть не перестанет. Трудно, когда никто не понимает твоего юмора. Да, Вика? Это трудно. Это чертоски трудно. Вот знаете, по поводу людей, которые не понимают сарказм, это я вспомнил свой стрим по мега-игре. То есть я обещал людям какую-то мега-игру, по сравнению с которой там GTA 5, Fallout 4, просто отстой. И на стриме я беру, запускаю игру про фейчик Винкс. Бл***и, какие тупые сообщения полетели в чат. Меня и геем называли, и матом хейтили. И, б***ь, я до этого... До того момента я был уверен в своей аудитории, но на том стриме я в ней сильно разочаровался. Как можно было не понять? Там были реально люди, которые верили, что я считаю эту игру круче, чем Fallout 4, GTA 5, там что еще, Bloodborne называл, я не помню, что я говорил точно. Но были люди, которые реально верили. Как вы могли в это поверить? Я вас разочаровался, люди. Вообще, я в последнее время в своей аудитории все больше и больше разочаровываюсь. Если кто не в курсе, на последнем или уже на предпоследнем выпуске я, значит, сказал, то, что новый выпуск будет, когда под этим наберется 200 лайков. Так вот, как только набралось 200 лайков, ну, набралось 200 лайков и прошло часа два, будем так считать, появляется комментарий. Уважаемый, под видео, 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 набралось уже 202 лайка. Может, что-то предпримите? Как меня раздражают такие люди? Блин, в его понимании я какой-то сверхчеловек. То есть, 200 лайков часа два как набралось, а я уже в тот же миг должен выложить новую серию. Ты серьезно? Нет, ты серьезно? Я понимаю, там, у Айтипедии, допустим, потребовал он 70 тысяч лайков, и уже месяц два как набралось эти 70 тысяч лайков, а он все еще не выложил новую серию. Вот это уже повод писать такие комментарии, а не спустя два часа после того, как набралось 200 лайков. Такое писать, это... Мне после такого было бы стыдно на улицу выходить. Но сейчас мы подошли к такому типу людей, которые просто не умеют искать информацию, либо хотят, чтобы им все приносили на блюдечке. Вот, к сожалению, у меня нету оригинального комментария, ну, к сожалению, он был уже удален, поэтому я написал его сам. Скиньте ссылку на официальный сайт RedBarrals. Нигде не могу найти. Вот примерно именно так был написан этот комментарий. Автор этого комментария, ну, оригинального комментария. Ты извини, что я сейчас это буду обсуждать, но ты тоже явно к таким людям не относишься, потому что я тебя уже перевоспитал. Ты помнишь наш разговор. Так вот, как... Это я уже обращаюсь к тем, кто продолжает писать такие комментарии. Так вот, как можно нигде не найти? Это ты забиваешь просто в Google RedBarrals. Первая же ссылка ведет на их официальный сайт. Это, блин, это просто кошмар. А вот еще, например, на стримах, на стримах я иногда говорю, ребят, ну что, в какую игру пойдем? Давайте я сейчас создам опрос в группе ВКонтакте, и вы там проголосуете, в какую игру мне идти. Тут же налетает куча народу в чат, который пишет, дайте ссылку на группу ВКонтакте. А где группу ВКонтакте искать? Это, блин... Слушай, ты, дефективный маразматик, если ты пишешь такие, такие сообщения, то... Понимаешь? Ссылка на группу ВКонтакте указана либо в описании к видео, либо на странице канала. Нужно ее искать либо там, либо там. Так фактически у всех видеоблогеров. А если ты не додумался заглянуть на страницу канала, либо хотя бы в описании, то это нас ведет к тому, что ты не умеешь составлять простейших логических цепочек. А из этого мы делаем совершенно другой вывод. То, что ты где-то в своем развитии остановился и дальше уже не двигаешься. Ну, давайте закругляться на этом деле. Если это видео наберет немало лайков и просмотров, то я буду продолжать эту тему, ибо у меня даже есть идеи, как ее развивать. Ну, а закончим мы, давайте, вот на таком позитивном комментарии, который мне оставили на стриме. Мне нравится твой канал. Мне обидно, что у тебя нет адекватных подписчиков. Данил, мне тоже обидно. Нет, конечно, есть адекватные подписчики, но их мало. Спасибо, Данил, за поддержку. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok